Пользуясь случаем, приглашаю всех на этот сайт. Он посвящен деятельности гражданских активистов. И там не только профессиональные журналисты, редакторы, там и просто активисты пишут. То есть вы можете сами туда зайти, там очень просто зарегистрироваться и написать вот той проблеме, которая вас волнует. Ну, желательно, конечно, по теме гражданского активиста. Это активизм, экология, защита прав, защита объектов общего пользования и так далее. И важное преимущество то, что ваш пост, так сказать, если он подходит по тематике, мы проверим, поправим, если надо, и раскрутим по своим каналам, распиарим его. И таким образом он сможет охватить как можно большее количество людей. Активатика.орг. Еще раз повторяю название. Заходите, смотрите. Вот. Свой путь как гражданский активист я начинала с Химкинского леса в 2007 году. Я и до сих пор живу в Химках. Вот. В 2007 году мы познакомились с Евгением Черековой, с другими активистами. И, в общем, я не имею отношения к журналистике прямого. Я филолог по специальности. И я взяла на себя такую функцию, как введение сайта в защиту Химкинского леса. Это экооборона Московской области. Сайт, он до сих пор существует, функционирует. Вот. И в процессе развития этого сайта, наполнения его и так далее, мы методом проб и ошибок какие-то для себя выработали рекомендации, способы, как привлечь внимание к информации, как писать тексты так, чтобы это людям было интересно. Ну и вот, собственно, эти методики мы используем, когда какую-то информацию выкладываем на активатику.org. Значит, ну, соответственно, как только у вас появилась какая-то проблема, скажем, там, рубит деревья под окном, начислили какие-то непонятные суммы, да, в счете жилищно-коммунальные услуги, там, какая-то точечная застройка и так далее, то вы, первый шаг какой, да, нужно как-то собрать людей, оповестить людей, как-то, вот, проинформировать всех о вашей проблеме. И, соответственно, вы делаете группу в Фейсбуке, вы создаете группу в WhatsApp, вы создаете желательно свой сайт, и причем это очень хорошо будет, если вы его создадите, чтобы ваш личный сайт, который там никто не забанит, никто не удалит, информацию оттуда, чтобы у вас был свой сайт, это достаточно сейчас нетрудно сделать. вот, и, таким образом, ваша проблема будет каким-то образом освещена, потому что в данный момент у нас уже к 2018 году никаких независимых СМИ, в принципе, не осталось. Вот, то есть, когда мы начинали, в 2007 году, даже по телевизору еще что-то могли такое сказать, хотя, в общем, федеральные каналы, как правило, нас игнорировали. А в 2018 году мы уже подходим к такой ситуации, когда даже, ну, почти все независимые крупные сайты уничтожены, и нам остаются соцсети. И в соцсетях именно обсуждается то, что людям интересно. И какие-то независимые частные сайты тоже остаются. Вот, ну, тут сразу нужно вас как-то проконсультировать насчет информационной безопасности. Вот, я присутствовала на семинаре по информационной безопасности, но это было, правда, полтора года назад. Не знаю, насколько сейчас это актуально, но на тот момент, значит, было актуально то, что безопасными являются Facebook и его мессенджеры, Gmail, почта, WhatsApp, Telegram. То есть, на самом деле, от любых сервисов, которые находятся на территории России, нужно избавляться. Ни в коем случае там ничего не писать, никакой ВКонтакте, да. Хотя, в общем, существуют крупнейшие группы, там, в защиту, там, ХАПРА, против Томинского ГОКа, против, там, различных застроек в Москве. Они существуют, к сожалению, ВКонтакте. Но вы, я думаю, сами прекрасно понимаете, что каждый шаг ВКонтакте, он отслеживается. Вот, поэтому лучше всего пользоваться какими-нибудь иностранными сервисами и с Россией вообще не иметь ничего общего. Более того, даже, да, более того, даже, если вы заводите свой сайт, пусть это будет не сайт.ру, не на домене.ру. Потому что, вот, полтора-два года назад уже прошла информация такая, что даже домены, вот, с приставкой.ру, они, вернее, как бы, ну, домены в российском интернете, да, они, если что, могут отниматься у владельцев и блокироваться. То есть тут вообще права собственности. Как мы знаем, ничего не стоит, поэтому лучше заведите сайт ОРК, вот как Активатика ОРК. Да, заведите КОМ, там, не знаю, инфа, какой-нибудь еще. Главное, чтобы не РУ. Вот, дальше. Значит, что касается раскрутки вот этой информации, которую вы будете публиковать. Естественно, сейчас самая крупнейшая площадка и самая эффективная – это Фейсбук. И, соответственно, если вы выкладываете ссылку на статью, на какую-то, то лучше, чтобы она была с предислоем и в какой-то крупной группе. Например, вот крупная группа существует, одна из крупнейших в Москве, это против реновации, на ключи против сноса, да. Но там десятки тысяч участников, очень активно обсуждается эта проблема. Да, да. Но там, естественно, они просто так не опубликуют вашу информацию, а только если вы как-то ее подтянете к теме реновации, то есть какой-то вот сделаете такое предисловие, анонс, который объяснит, почему вот эта тема тоже имеет отношение к реновации. И вообще, в целом, я хочу сказать, что нужно каким-то образом вот зацепить людей. То есть ваша маленькая проблема, она, по сути, интересна только вам, да. А для того, чтобы привлечь большую аудиторию, для того, чтобы она стала интересной, для того, чтобы ее прочли там тысячи людей, вот эту информацию, нужно каким-то образом людей привлечь. И вы вот подумайте, когда распространяете по группу, когда выкладываете там на своей странице вот эту информацию, подумайте, что вашей аудитории интересно, что ее затрагивает, каким образом вот людей привлечь вот к этой проблеме. То есть подумайте, вот для каждого случая там какие-то индивидуальные подходы, для каждой группы, да, которая в чем-то заинтересована. А просто так, когда ссылка просто дается, да, и никакого даже предисловия, объяснения нет, то, как правило, она не привлекает внимание. Вот, дальше. Значит, как писать тексты? Тексты, ну, вот как, кстати, Вадим говорил, да, что видео, да, пользуются успехом не длинные, ясные, понятные. Точно так же и тексты. Текст должен быть тоже желательно не длинный, там, ну, максимум там тысячи-полторы знаков. Написано ясно, четко, безо всяких там перегруженных и длинных конструкций, сложно там подчиненных, сочиненных предложений, где там непонятно, кто на ком стоял, кто кого погонял. Вот, а предложения четкие, ясные, достаточно короткие, интересные. Вот, желательно, если будут картинки, особенно если у вас все-таки получается длинный пост, то обязательно, обязательно должны быть картинки. Вот, их, ну, желательно, хорошо сделанные. Кроме того, очень большое значение имеет заголовок. Заголовок должен быть тоже вот такой заинтересовывающий, интригующий, цепляющий, привлекающий внимание. Ну, например, вот классический пример. Если там, вот у вас заголовок прошло заседание Совета депутатов. Ну, вот это самый упадочный заголовок, но никто не зайдет, вот, так сказать, и не посмотрит, что это такое. Вот, а если вы, допустим, о той же проблеме, но какой-то заголовок такой поинтереснее добавите, то, так сказать, велика вероятность, что все-таки прочитают, что вы там написали. Например, депутаты приняли странное решение на заседании. Вот это уже более интересно. Что там такое вообще? Слово странное, оно всегда привлекает внимание. Есть такие слова. Номера, там, даты, название законов, там, длинные какие-то рассуждения, почему там нарушен закон. Это, конечно, можно добавить, но где-то в дополнениях. Какую-то ссылку куда-то поставить на какой-то документ. Документы вообще желательно не злоупотреблять выкладыванием документов, потому что человек просто закроет, увидит там вот эти вот простыни, да, из документов. И просто ему станет это все неинтересно. Ну, максимум там одну-две странички, и то самое важное подчеркнуть там красным, чтобы человек просто видел. Да, вот. И, ну, стараться, в общем, избегать каких-то излишних юридических подробностей. Вот. Писать тексты покороче, поинтереснее. Ну, в общем, на активатике.org вы можете зайти, посмотреть. Мы там стараемся как бы выполнять вот эти все рекомендации. Так, что тут еще у нас? Ну, и, значит, да, текст должен быть уникальный. Не надо вот копировать это. Если вы там на сайте, где-то свой сайт у вас есть, то текст должен быть уникальный. Желательно, как может быть, не надо вот копировать прямо какие-то другие тексты. Вот. Чем больше уникальных текстов у вас на сайте, тем выше он котируется. Вот. И вообще, как раскрутить сайт, это нужно добиваться, чтобы другие сайты давали на вас ссылки. Причем, чем более авторитетный сайт дает на вас ссылку, тем лучше. Тем выше он поднимается в поиске ваш сайт. Желательно, так сказать, добавить его в Яндекс.Новости, в Гугл.Новости. Вот. И таким образом ваш сайт охватит как можно больше аудиторию. Да, Яндекс, Гугл.Новости, там Фейсбук обязательно, там Телеграм-канал свой создать, группу Ватсап создать. То есть использовать все возможные способы, инструменты. Вот. Ну, собственно, да, вот так коротенько. Да, и вот еще, что я хочу сказать, что на самом деле сейчас больше даже не читают тексты, а смотрят видео. Вот. Мастер-класс вот вам показал Вадим Кантер. Вот. То есть сейчас видео набирают на самом деле гораздо больше просмотров даже, чем тексты. Народ сейчас уже ленится читать тексты. Народ разбаловался. Вот. Поэтому если вы сделаете хорошее такое зрелищное видео на одну-две минуты, это будет очень хорошо. Причем, опять же, видео лучше всего раскручивать через Фейсбук. Так же, как и вот статьи какие-то, посты. Вот. Фейсбук – это наше все сейчас. Спасибо за внимание. Да, кто хотел. Но ведь Фейсбук же тоже можно контролировать. Ну, да, по поводу… Воскричи против сноса. Нет, ну, во-первых, Фейсбук, он, так сказать, пока еще не перенес свои серверы в Россию, да, как мы знаем. Во-вторых, там, вот я, например, после рекомендации там знающих людей удалила оттуда свой телефон из Фейсбука, чтобы его никто не мог, во-первых, взломать, и чтобы никто не мог меня опознать, да. То есть кто там вообще без телефона невозможно. В ВКонтакте, там вы не зарегистрируетесь без телефона. А в Фейсбуке вы можете удалить вообще там какое-то имя, там непонятно какое, да, себе сделать, и даже фотографию. Ну, все будут знать, кто захочет, тот все равно узнает, да. Ну, вернее, ваши друзья, кому надо, те будут знать. А, допустим, правоохранительные органы, ну, у вас никак, вот, формально не могут привлечь. Если мы посмотрим на все уголовные дела, там, за посты, репосты и лайки, они практически все связаны с ВКонтакте. Вот, поэтому лучше всего вообще оттуда удалиться. Если кто имел там несчастье зарегистрироваться, вот, и вот использовать более безопасные способы распространения информации. Ну, ведь в Фейсбуке тоже, ну, отслеживаются, вот, любые события. Они отслеживаются, но формально они ничего с вами не могут сделать, у них нет доказательств, что это вы. Как мне, понимаете? Ну, вот Алла, например, Че у нас. Да, и моего телефона там нет. Че, значит, фотографию, и вашу, и сделал... Да, любой может, да, так вообще любой может, так сказать, под меня как-то там замаскироваться. Для вас, для судьи это важно. Ну, по крайней мере, они, вот, если заводят какое-то уголовное дело, они хотя бы какие-то улики, ну, должны представить, по крайней мере, телефон. Вот телефон, да, зарегистрирован на такого-то человека. Да, да, точно. Нет, ну, я не говорю, что стопроцентный какой-то существует, да, способ там как-то законспирироваться. Вот, но я просто говорю, что более безопасно, что менее. Вот, ВКонтакте, все понимают, что это ФСБшная сеть, которая принадлежит Алишеру Баханчу Усманку, который там по первому звонку сделает все, что надо. А как же ЭКМА, рубить оно? Ну, это было еще, понимаешь, Настя, это был в 2007 году, когда зарегистрирован был сайт, еще до такого, в общем, маразма не дошло дело, и даже никто не предполагал, что может такое, да. Да, 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 потом вытеснили, после того, кстати, как он отказался заблокировать какую-то группу, там, оппозиционную, большую. После того, как он отказался вытекать информацию участие. Да, 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 да. После этого у него отжали. Ну, у него там было несколько конфликтов. После этого он забрался в команду от рабочих, а потом уехал отсюда. Да, и теперь он Телеграм ведет, все, наверное, знают. Ну, что его гигантское, спасибо. Ну, а насколько Активатика вообще, вот, ну, скажем так, что, насколько ей угрожает, там, могут ли Активатика делать? Конечно, могут все, но они не могут с самим сайтом ничего сделать, то есть через какие-нибудь другие инструменты все равно там можно будет зайти, или тоже группа в Фейсбуке. Там вся информация выкладывается, Активатика активно там постят в Фейсбуке, там есть страница Активатики, и там вся информация копируется. Какая учителя у вас? Ну, в смысле число? По количеству, да? Ну, число несколько тысяч посетителей в день, вот так вот. Я не могу сейчас точно сказать, но достаточно пользоваться популярностью. То есть, если острые темы, то там бывают, что десятки тысяч просмотров там посты набирают. И особенно видео, вот видео мы особенно выкладываем на Фейсбуке, очень, ну, большой отклик. Вы имеете в виду, столько на вашей странице в Фейсбуке, или столько на вашем сайте, собственно? Я имею в виду, на сайте, ну, несколько, там, может быть, 2-3 тысячи посетителей в день. И это вот аудитория, как правило, это гражданские активисты, инициативные группы, люди, которых затронула там та или иная проблема. Вот. Так что заходите, смотрите, что мы там пишем, как мы пишем, сами пишите, если вы хотите, чтобы ваша проблема охватила большое количество людей и много людей о ней узнали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!